Омску достается всего 5% налоговых отчислений из 100 возможных. Остальное уходит в региональные и федеральные бюджеты. Цифры сегодня назвали на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Для сравнения, в 2000 году в город поступало почти 50% налоговых отчислений. Какие меры готовы принять чиновники, чтобы Омск смог дальше развиваться, узнала Ксения Туичкина. Сложности с финансами тормозят, но не останавливают развитие города. По словам вице-мэра Сергея Фролова, планы на 2017 год серьезные. Первое благоустройство дворов и проездов. В апреле стартовал сбор заявок от жителей на участие в программе ЖКХ «Городская среда». В список попало более 900 придомовых территорий. Федеральное финансирование не смогло покрыть такие потребности города. Выделенных 158 миллионов рублей хватит только на 186 дворов и 18 проездов. Но на этом программа не завершается. Впереди еще 4 года. Мне сейчас нельзя расслабляться, так как по результатам реализации программы в 2017 году это основа выделения финансов на последующие годы. Как мы в этом году отработаем, то дальше пойдет выделение финансовых средств в сторону увеличения. Хочу сразу сказать, что к сожалению, мы считаем, что из городов-миллионников или из административных городов-миллионников, то есть областных центров, мы получили не столько, как, допустим, получил Краснодар, Красноярск и даже наш сосед Барнаул. Омск оказался последним и в рейтинге налоговых поступлений. Сейчас городу достается всего 5% отчислений. По мнению директора департамента финансов и контроля Инны Порыгиной, причина не в действиях местных чиновников, а в неравноценном отношении вышестоящей власти к муниципалитетам. Выровнять положение реально на региональном уровне. Депутаты ЗАГС Собрания могут внести поправки в налоговое законодательство Омской области. Так поступили в соседних регионах. Например, в Красноярске 5% от налога на прибыль, в доле зачисляемых бюджет субъекта, в Омске, понятно, этого нет. В Новосибирске, Красноярске, Самаре, Перми 15-17% от налога на доходы физических лиц, в Омске только 5%. В Казани, Уфе, Ростове-на-Дону, Челябинске от 10 до 50% налога от упрощенной системы налогообложения, в Омске этого нет. В Перми, в городской бюджет зачисляется 100% транспортного налога, в Омске также этого нет. Опыт учтен, план действий для Омска уже намечен. Сегодня чиновники приняли решение составить документ, отражающий реальное финансовое положение города, и направить его в Госдуму. Мы будем обращаться и на федеральный уровень, и в представительный орган, равно как и в правительство, потому что, ну, я думаю, что разъяснение, реальное положение дел, которое должно быть воспринято как объективное, это не надуманное, а реальное состояние сегодня, они должны в любом случае все эти структуры подвигнуть к тому, чтобы были приняты изменения на законодательном уровне. Ценности омичей должны стать маяком в политике региона, считает гендиректор Института территориального планирования град Анна Береговских. Детальный анализ общественного мнения она представила сегодня перед чиновниками. Городская среда, промышленные традиции, инновационный потенциал, климат, ландшафт, все ценности омичей отражены вот в этом журнале. По словам Вячеслава Двораковского, он станет своеобразным штурвалом для чиновников. По нему город будет развиваться в ближайшие годы. Ксения Тойчкина, Андрей Кузьмин, Антена 7.